Погоднение об суместном выкорыстании и охове трансграничных вод по межурадам нашей краины и кабинетам министров Украины подписано в Костричнику 2001 года. Сгодно с документом, что год повинны проходить посаджение по обмеркованию пытания о супрацовнества. По разных причинах встречи не за все до отбывались, а селедняя, восьмая по лику. Тем не менее, баки означают, что конфликтных ситуаций практически нема. За все до отремливается найти решение, которое задоволит у всех. Одна из главных темп сегодняшней встречи изменения водного законодавства Украины обумовленная погоднением об ассоциации с ЕС. Однако на супрацовнество с нашей краиной, об суместном выкорыстании и охове трансграничных вод, это повплывать не повинно. У нас меняется национальная система мониторинга вод, полностью приводящая к, так как это делается в Европейском Союзе, оценка качества и влияния на человека. Я знаю точно, что очень многие вещи, которые в Европейском Союзе приняты, в вашем национальном законодательстве отображены. Потому что это не потому, что это так модно, а потому что это действительно разумно и правильно. У поглядах на эту тему Беларусь и Украина солидарные. Разыходы о неуводном законодавстве о безе Украины будут минимальными. Одна из главных задач – суместная борьба с наступствами засухи. Обмеление РЭК, какое назирается опошь не два года, может привести не только до экологичных, а и до экономичных проблем. Вот два этих года засухи показали, что есть проблемы, которые надо непосредственно между двумя странами решать, потому что это сказывается в целом на народном хозяйстве, на сельском хозяйстве, на листом хозяйстве. Есть взаимопонимание. Я думаю, что в рамках данной комиссии мы договоримся о том, чтобы в следующий год, с учетом, что полноводие и в стыду эксплуатации летом, было всех этих систем, которые связывают Беларусь и Украину, были в полном объеме согласованы. По выниках нарады будут засвержены планы суместной деятельности рабочих групп на наступный год. Отповедные документы об супрационисте и попытаниях суместного выкористания и оховой трансграничных вод будут подписаны завтра. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.